Друзья, приветствую вас! Сегодня мы с вами поговорим не просто о Porsche 911, а, наверное, о самой ультимативной ее версии 911 GT2. Самое интересное, что наш рассказ будет проходить в столь красивой и прекрасной стране, как Грузия. В этой стране на каждом углу поют песни, пьют вино, и вот представьте, что в этой, я не знаю, вот этой вот Dolce Vita мы будем говорить о столь, наверное, типичном немецком автомобиле, как Porsche 911, с цифровым индексом, с четко разграниченными модификациями и с полностью архивированной, понятной историей, которую, наверное, знает каждый фанат Porsche. Почему я решил вам рассказать про GT2, почему именно эта модель сегодня у нас на повестке? Дело в том, что, наверное, даже не каждый понимает, для чего была создана изначально эта машина, для каких целей и к чему она пришла уже сегодня. Несмотря на то, что уже 4 поколения позади и почти 30 лет этой модели, это началось все с модели 993, затем 996, вот она рядом с нами, 997 и 991. И сейчас уже на подходе модель 992. От поколения к поколению ее назначение начало меняться, она начала трансформироваться и давайте вот с этого момента, с самого начала мы пойдем и расскажем вам, к чему в итоге пришел GT2 сегодня. История модели 911 GT2 стартовала с 7 марта 1995 года на Женевском автосалоне, и Porsche представили легендарную 993 GT2. И, собственно, это были непростые времена, это мы сейчас воспринимаем эту марку такую на 100% успешную, умеющую правильно продавать машины и зарабатывать деньги, тогда как середина 90-х ознаменовалась таким непростым с экономической стороны временем для марки Porsche. Но, тем не менее, надо отдать должное этой марки, они, конечно же, всегда старались поддерживать все автоспортивные направления и было решено сделать столь нишевый автомобиль, как 911 GT2. За разработкой этого автомобиля стояли столь легендарные инженеры Porsche, это Roland Kusmaul и Norbert Singer, которого вы тоже, наверное, знаете. Целью данной модели была, конечно же, амалогация. Амалогация в классе BRP Global GT, в дальнейшем переименованный в FIA GT, надо сразу сделать вот такую важную очень, наверное, отсылку. Эти автомобили создавались не для заводской команды Porsche, то есть это был чисто такой любительский класс. Ну, как сказать любительский? Конечно же, не любительский, там был серьезный уровень, много очень пилотов, много очень серьезных гоночных команд и участники, таким образом, могли купить этот автомобиль для себя, выбрать для себя удобную команду и уже в этой, за эту команду или под именем этой команды. уже выступать. Модель GT2 была сделана на основе 993 Turbo. Только они убрали систему полного привода, таким образом, сделав ее заднеприводной. И это было сделано, на самом деле, не только для того, чтобы автомобиль стал легче, а также для того, чтобы использовать ее в максимальном количестве чемпионатов. Потому что были такие серии соревнований, где полный привод был запрещен в силу того, что он давал значительное преимущество. Кроме всего прочего, таких стандартных вещей, как облегчение, как специальная подвеска, как облегченные элементы интерьера, специальные сиденья. Конечно же, эта машина имела вот эти вот характерные детали, которые все запомнились. Это вот то самое расширение, которое вы знаете, которое таким, ну, можно сказать, даже варварским способом делалось. То есть, вырезались крылья, к ним прикручивались просто болтами эти расширители пластиковые. И, как мы знаем, людям это настолько понравилось, что по сей день есть любители, которые покупают обычные Carrera или еще какие машины, и делают вот это вот расширение, чтобы быть похожим к этой легендарной модели. Это все вот эти мелкие, естественно, доработки сделали ее вот такой известной и легендарной, популярной машиной амалогационной. У нее даже не было подкрылков, но при этом, при всем, подход у Porsche был все-таки такой более завершенный. Потому что, когда вот BMW делали свою 36-ю модель GTR модификацию для амалогации, они даже умудрились вставить в нее каркас, как я вам уже до этого рассказывал. И она была практически с пустым салоном, и возможность езды на ней по обычным дорогам, конечно, была ну, как сказать, она была очень формальной. Тогда как все-таки 993 GT2 эта машина, несмотря на все вот эти перечисленные доработки, она была вполне себе пригодной для того, чтобы ее использовать. И за все время было выпущено всего 193 машины. 193 из них часть базовые, часть версии Club Spot, и самая редкая это, наверное, версия Evo, всего 21 машина. К чему это пришло? Пришло это к тому, что, знаете, вот я говорил вам, что она дебютировала на Женевском автосалоне, стоила она где-то процентов на 20-30, наверное, дороже, чем Turbo. При этом на том же салоне, если кто-то помнит, дебютировала Ferrari F50. И как вот вы думаете, могли ли люди предполагать, что вот эта вот во многом такая кустарная заготовка под гоночный автомобиль сможет с годами стоить практически столько же, сколько гиперкар от Ferrari. Ferrari F50. Вот такая история. Надо отдать должное модели 993 GT2. Она приняла участие в 583 гонках и 88 из них выиграла. То есть не только с технической точки зрения этот автомобиль интересен для автолюбителя, но и, конечно же, с исторической. Но спустя время с приходом следующих моделей акционеры, директора Porsche решили уже по-другому использовать эту легендарную гоночную аббревиатуру. В 2001 году было представлено второе поколение GT2 на базе кузова 996. Годом ранее традиционно был представлен автомобиль под названием 996 Turbo и он, так же, как и в поколении 993, явился основой для модели GT2. Но список внешних доработок, конечно, был несколько более скромен. То есть мы, с одной стороны, привыкли к этому пластиковому расширению модели 993. Она выглядела более граждански, более скромно, хотя имела, конечно же, свой передний бампер, крышку багажника. А если мы посмотрим в будущее, с каждым поколением количество отличий модели GT2 от более младшей линейки становилось все больше и больше. Тогда как у 996 это, наверное, самое маленькое количество отличий и даже на колесных дисках они сэкономили, они имеют тот же дизайн, что и модель Turbo. Но в данном случае они уже перешли на новую эру для марки Porsche. Это двигатели с водяным охлаждением. И это, конечно же, уже был такой очень большой шаг вперед. Технические доработки, конечно, впечатляли. 468 сил против 420 у Turbo. Хотя на Turbo можно было заказать пакет X50 и было бы 450, но тем не менее 468 сил это было неплохо. Безальтернативная механическая коробка передач. И в отличие от прочих моделей на нее даже как опция не предлагалась ни система стабилизации, ни трекшн контроль. То есть это все-таки был такой уже ультимативный автомобиль для водителя, для быстрого вождения, для вождения на треке. Самое важное, наверное, было то, что этот автомобиль уже не являлся амалогационным и создавался все-таки как гражданский. Некоторое количество частных команд все же использовали 996 Turbo как гоночный автомобиль, но, как вы понимаете, амалогация уже не имела к этому никакого отношения. Автомобили просто готовились под определенные регламенты и использовались. Имеет ли это значение? Ну, наверное, это отдельный разговор, но с точки зрения продаж у них у Porsche все было продумано и в случае с 993 GT2 они продали 193 машины, а с 996 GT2 1287. То есть это уже был, я так понимаю, что весьма успешный прибыльный проект. И в дальнейшем уже вектор развития модели шел именно в ту сторону. В сторону того, чтобы зарабатывать на этой модели побольше денег. Какое имеет значение для нас, автолюбителей, которые используют автомобили на дорогах общего пользования, на треке, тот факт, что это больше не амалогационная машина? Вот давайте сейчас мы с вами сядем, прокатимся и выясним. Перед тем, как мы решили снимать этот автомобиль, я, конечно же, знал, что он из себя представляет. Представьте себе сегодня, когда на каждой, ну, на каждой спортивной машине есть система стабилизации и трекшн-контроль. Тут 468-сильный заднеприводный автомобиль с механической коробкой передач, без всяких систем, еще и турбированные, довольно легкие и чужое, что немаловажно. Поэтому, конечно, я немножко волновался, но представьте мое удивление, в день, когда я забирал машину, мне сказали, что на ней еще и установлен определенный тюнг, это выхлопная система и прошивка поднет. То есть мощность здесь, ну, я думаю, что где-то, ну, 550 от лишительных сил точно. Вот. Так что, определенное волнение я, конечно же, испытываю, сидя за рулем, но, тем не менее, настроился на то, чтобы прокатиться на ней быстро, но в то же время безопасно. И, кстати, интересный момент. Те, кто разбираются, сразу, наверное, обратили внимание, что на этой машине стоят ковши, но в то же время нет заднего каркаса. Это правильная очень заметка, потому что они делились на две версии. Базовая, на которой ставились так называемые спортивные сидения, и не было заднего полукаркаса, и версия Клабспорт, в которой был этот полукаркас, и вот такие вот опционные сидения. То есть этот, в том числе, просто позже был дооснащен ими. Кстати, очень удобные сидения. Садишься, и прямо посадка вас настраивает сразу на боевой лад. Очень подходит эта машина, на мой взгляд. Если покупать такую, то желательно искать именно в версии Клабспорт. Садишься. Пока мы едем, я осмотрелся в салон. И хочу сказать, что мне очень нравится эргономика посадки на этой машине. Я сижу очень четко, мне очень удобно. Отлично педальный узел. Делать в перегазовке одно удовольствие. И с точки зрения комплектации, конечно, очень бедная машина. Тут нет ни задних парктроников. Однозонный климат-контроль – это, наверное, единственное такое достижение с точки зрения комплектации данного автомобиля. Но я предполагаю, что, конечно же, заказ доп. оборудования тут тоже присутствовал, уже зависел от того, кто и какую машину себе закажет. Но я считаю, что вот такое аскетичное исполнение идеально подходит характеру этого автомобиля. Поэтому экземпляр мы выбрали правильный. Кстати, еще насчет комплектации. У него очень редкий цвет. Затибарный называется. И он очень подходит этому автомобилю. И с одной стороны выделяет его из потока, а с другой стороны смотрится достаточно, на мой взгляд, строго. Ну что ж, вот мы уже на серпантине. Что вам сказать про эту машину? Вот представьте, мы до этого ездили на Lamborghini Gallardo Super Ligero. И привыкнуть к этому автомобилю не составило большого труда. Так как я езжу на ней уже третьи сутки. И до сих пор ее боюсь. И, в принципе, это было предсказуемо. И, по словам хозяина, наличие тюнигованной прошибки и выпуска не сильно изменили характер данного автомобиля. Но, что интересно, это то, что, конечно, работать за рулем надо очень и очень усердно. И машина имеет ярко выраженный турболаг. Но, когда она выходит на буст, это, конечно, просто что-то невероятное. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что, конечно, каждый хочет на выходе из поворота довольно быстро выйти на газ. И надо быть очень осторожным. Потому что она моментально уходит за нос. И корректировать его нужно просто молниеносно. Иначе с тяжелой кормой отловить эту машину будет очень-очень сложно. Но, вот представьте, я еду на ней, и я не могу думать ни о чем, кроме вождения. Все свои 100% мыслей, которые у меня есть, я все отдаю вождению этой машины. И даже, знаете, я не уверен, что она будет на треке какой-то безумно результативной или намного более быстрой, чем модель GT3. Но, конечно, я имею в виду за рулем среднестатистического водителя с опытом. Если это профессиональный будет пилот или человек с очень большим опытом, наверное, он сможет из нее выжать максимум. Но в среднем поехать быстро на этой машине сможет очень малое число людей. Но она дает вам все. Отличное информативное рулевое управление. Четкие переключения скоростей. Привод педали тормоза образцовый. Вот мы, кстати, с вами как раз говорили на нашем рассказе про SuperLeggero, что там педаль, вот она все-таки уходит вниз. Здесь абсолютно мы покатались также нагибно по треку. И та же история. Машина штампует круг за кругом и с тормозами все очень хорошо. И, кстати, хозяин этого автомобиля эксплуатирует ее, скажем так, нещадно. То есть полностью по назначению ездит быстро, ездит по треку, ездит по серпантину вокруг Тбилиси. То есть она доставляет ему огромное удовольствие. Уже очень много лет она с ним. И он любит ее именно за этот вот характер. Он... нельзя сказать, что этот автомобиль идеально как-то настроен. Он сделан так, чтобы вы сели и чувствовали себя как дома. Нет. Он именно таков, что вы всегда будете с ним в напряжении. Будете бояться на ней ехать быстро. И будете к себе больше требовательным, чем к машине. Тогда как, ну, есть современные спортивные машины. Совершенно не требуют от вас какого-то уже такого глубинного навыка. А этот автомобиль настоящий олдскульный спорткар, который не заставит вас скучать. И это прекрасно. И это прекрасно. И вот в этом как раз и кроется вот этот характер GT2. Да, может быть, это не самый разумный выбор. Может быть, это опасный автомобиль. Но если вы ищете для себя настоящий олдскульный спорткар по своему характеру, 996 GT2 это идеальный выбор. Скучать за рулем вам не придется. В конечном итоге 996 GT2 оказался очень увлекательным и интересным автомобилем. Мы ездим сегодня третий день на нем. И скажу вам честно, в первый день мне было попросту страшно. И два дня до этого я все время думал о том, что нам надо поснимать быстрое вождение. При этом при всем вы понимаете, что это дорогой автомобиль. И не хотелось бы каких-то ненужных происшествий. Но несмотря на все эти сложные съемки, сложные локации в разных совершенно местах, мы старались передать вам всю эту красоту Грузии и особенности вождения этого автомобиля. Но надо сказать, что несмотря на то, что это уже не гоночный амалогатор, это, мне кажется, не имеет абсолютно никакого значения. Потому что в конечном итоге это дорожный автомобиль и он должен доставлять вам удовольствие. И если вы когда-либо решите купить подобную машину, то я вам гарантирую, что на много лет вам обеспечено вот такое критическое отношение к себе. Потому что она ни в коем случае не даст вам возможность в ближайшее время как-то подумать, что вы в полной мере освоили этот автомобиль и он вам так легко дался. Я даже читал, что Вальтер Рёль говорил, что 997 GT2 RS это такой автомобиль, который даже ему не просто в управлении, он даже не может раскрыть его потенциал. Я это могу понять, потому что автомобиль для смелых, автомобиль для опытных ребят. Но если вы решили купить такую машину, то я считаю, что обязательно нужно на нём ездить на треке, потому что большинство из них, к сожалению, стоят просто в гаражах, потому что люди думают о её инвест потенциале, что будут фотографии с трека, что она обесценится. Но это абсолютно неправильно, потому что это полноценная GT машина со всеми её плюсами и минусами. И получать от неё удовольствие – это самое главное, что есть в этой машине. А её коллекционная составляющая как для меня не имеет большого значения, хотя, конечно же, она очень редкая. Знаете, мне пришла в голову такая параллель. Она чем-то мне напоминает вот Линкольн Тирпиц, который был во время Второй мировой войны. Его существование в военном флоте Германии имело очень большое имиджевое значение. Так и GT-2 имеет очень большое значение. Но в реальных боях Тирпиц, наверное, таких крупных не участвовал. Но его наличие – это, знаете, такое устрашение и важная составляющая имиджа всей линейки 911. Но в то же время всё же от вас зависит, будет ли этот автомобиль использоваться по назначению или нет. Хоть он и не ездит профессионально в гонках, и у него нет вот этого всего красивого гоночного амплуа, тем не менее, если вы всё же можете себе её позволить и вы её себе купили, то вдвойне будет классно, если вы сможете её полноценно водить и быстро ездить. Потому что за три дня я получил огромное удовольствие. Вся команда с удовольствием смотрела, снимала на камеру, как мы в горах носились. И все, на самом деле, с очень позитивным, классным настроением. Так что спасибо большое её хозяину, что он доверил столь ценный, столь, как вам сказать, столь дорогой для него автомобиль мне. И мы очень рады, что приехали в Грузию и именно в этих красотах его засняли. А вам спасибо за просмотр, что смотрели до конца и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок